С первым объектом будущего наследия чемпионата мира делегация арккомитета по его подготовке знакомится сразу после прилета. Новый терминал аэропорта Курумыч соответствует всем требованиям ФИФА и уже сегодня может принимать футболистов и болельщиков всех стран мира. Это один из наших самых надежных регионов и с точки зрения подготовки к чемпионату мира. Мы вчера с генеральным секретарем, с коллегами посетили ряд объектов чемпионата мира. Мы рассчитываем, что Самара будет такой жемчужиной проведения чемпионата мира, потому что здесь прекрасный город, хороший регион, очень большая агломерация, до трех миллионов здесь проживает население. Здесь Волга, набережная, здесь прекрасные люди живут. Площадка строительства стадиона. Проект Космос-Арена первым прошел госэкспертизу, поэтому его смертная стоимость оказалась ниже, чем у других объектов, которые построят в городах проведение чемпионата мира. 13 миллиардов 600 миллионов рублей. Стадион у нас строится по графику. Мы рассчитываем на то, что в 2017 году у нас будет стадион. Поэтому я еще раз и сегодня хочу выразить славу и благодарность, что выбрана в честь первых Самара провести здесь на месте и оценить ситуацию. Самара стала шестым городом, где прошло заседание высшего органа взаимодействия Оргкомитета России 2018 и ФИФА. Оно состоялось в непростое для Международной Федерации футбольных ассоциаций время. Организацию сотрясают скандалы. Ее руководители обвиняют в коррупции. Тем не менее, ФИФА продолжает работу по подготовке к проведению чемпионата мира в России. Чемпионат мира необходимо защитить, так как он находится в основе деятельности ФИФА. Все процедуры были соблюдены. Никакие правила не были нарушены при проведении отбора стран, в которых пройдут чемпионаты мира. ФИФА стремится к развитию футбола во всем мире, поэтому впервые мировой форум футбола прошел в ЮАР. На очереди Россия и Катар. Самара получит несколько объектов, которые станут использоваться и после мундиаля. Мы построим в городе три тренировочных площадки. Это, по сути, три стадиона, вместимостью 500 мест. Две базы проживания команд. То есть мы рассчитываем, что две команды будут жить здесь в течение месяца чемпионата мира. Значит, к этим базам будет создан еще по одному стадиону по тренировочному полю. Это тоже 500 мест, освещение и прочее. То есть вот вам пять стадионов, которые получат дополнительно наследие Самары и Самарский регион. Вопросы у представителей оргкомитета пока возникают только по обеспеченности региона высокогласными гостиницами. Уже до конца недели планируется подписание контракта по возведению в центре Самары отеля мирового класса. Ну а если Самара получит четверть финал, дополнительный номерной фонд обеспечит волжские теплоходы.